Продолжаем. Мы всегда готовы прийти на помощь. Италия попросила Россию оказать содействие в ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Но, конечно, наша страна тут же отреагировала в зону бедствия. Уже направлена оперативная группа МЧС. Наши специалисты определят, пригодны ли для жизни устоявшие здания, оценят их техническое состояние. Объем работы огромный, поэтому, конечно, помощь российских спасателей сейчас итальянцам очень нужна. 24 августа в Италии случился настоящий ад. Несколько небольших городков в горах буквально стерто с лица земли подземными толчками. Одна из наших статей отчественницы находилась недалеко от эпицентра землетрясения в момент трагедии. Моя коллега Наталья Гончарова разыскала ее. Трагедия глазами той, которая за одну ночь лишилась всего, что любила, в нашем репортаже. Здесь крыша, она сделана из дерева, тонкая. То есть здесь землетрясение, конечно, слышно, трясется все. Но я спокойно сплю, а в доме я боюсь. Наша соотечественница Наталья Лапаева вспоминает моменты, когда почувствовала, земля уходит из-под ног. Хрупкая женщина с боевым характером. Именно так говорит про себя Наталья. За 18 лет на чужбине повидала многое. Но это был первый раз, когда ее охватила настоящая паника. В ту ночь она была в доме в коммуне поста. Это 15 километров от разрушенного Аматрича. Я своей дочери сказала, мы живы. И благодаря Богу спасибо. А вот другие люди, ты попробуй встать на их место, которые потеряли детей, которые потеряли матерей, которых потеряли отцов. Все потеряли. Первое, что захотела сделать Наталья, когда оправилась от шока, это обнять своих дочерей. У нее их двое. 16-летняя Фабиана и 20-летняя Аня. За старшую дочь Наталья переживала особенно. Аня Лапаева, певица, часто выступала именно в городке Аматричи. Ездила туда и к друзьям. Вот и в ту роковую ночь она могла оказаться в ныне разрушенном городе. Но девушка приняла решение отправиться гулять с другом в другое место. Она вернулась домой в полвторого ночи. До дома ее довез друг Паула. Обнял ее и уехал. Больше они не виделись. Паула погиб в собственном доме. Когда я узнала, что он погиб, мое сердце разорвало на две части. Потому что Паула нет больше. Значит и меня нет. Он был для меня всем. Другом, отцом, учителем. Я столько за всю свою жизнь не плакала, как за эти дни. Вот самое дорогое для девушки фото. Они вместе с Паула незадолго до роковой ночи. Аня уверяет, Паула предчувствовал свою гибель. Рассказал об этом ее маме. Однако в ту минуту никто не воспринял его слова всерьез. Он говорит, если я умру, ты мне пронесешь на кладбище цветочки. Я говорю, да ладно, что ты мне такое говоришь. Не знаю. Сейчас я просто все это вспоминаю. Как-то это все вместе очень странное ощущение. На кухне Натальи в большой кастрюле томится соусом отричана. В память о тех друзьях, жизни которых унесла эта трагедия. Половину записной книжки, говорит россиянка, можно просто удалить. Этих людей больше нет. Но главное, жива ее семья. Дочки, муж, свекровь, кошка и собака. Теперь время в семейном кругу Лапаева ценят еще больше. Потому что осознали, как это страшно. Даже допустить мысли о том, что можешь потерять близкого человека. Наталья Гончарова и Егор Кочуров. Лайф-поста Италия.